ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прежде всего я предлагаю Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Она может спокойно отругать Кришну Да, ты такой честный, Кришна Никогда более правдивых слов я не слышала Когда она подозревает, что Кришна уже начал что-то привирать или что-то пытается скрыть Налита может и Радику отругать Но это ее настроение, это свойство, что она может приказывать и ругать, это не из-за того, что она их не любит, а наоборот из-за сильной любви и желания оградить всех от проблем или каких-то неудобств Субтитры создавал DimaTorzok От всей расы аббасы, от какой-то глупой философии, то есть как личный секретарь и фильтр, буфер между окружающей средой и Махапрагу, чтобы не причинять его сердцу никакую боль Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и массировать их, кормить их, ухаживать всячески за ними, то, пожалуйста, всячески прославляй, проявляй любовь и почтение к Сваруг Дамодару. И Рай Рамананды, Рупы Госвами, Санатни Госвами, и также, конечно же, Рай Рамананды, Рупы Госвами, Санатни Госвами, то есть и всем вот этим святым личностям этой традиции. Слепо слушайся их полностью, во всем доверяй им, не придумывай никакой отсебятины, всегда будь в полной Анугати. Потому что эта сфера Враджа Лилы запредельна даже для самадхи самого Брахма. Как туда попасть, как оказаться в этой Божественной среде? Нужны связи в духовном мире, чтобы туда попасть. Поэтому лишь благодаря, вот, надо наладить отношения, завязать дружбу, доверительные отношения, слушаться, служить, и тогда появится какая-то лазейка попасть туда. И Махапрабху, когда он полировал Брахмар своей накидкой, и он уже, он так долго его полировал, что прямо уже прямо видел свое отражение, так он блестел. В чем символика вот этого? В том, что Махапрабху учит нас, как чистить свою читу, то есть надо идти напролом, через все препятствия, отбрасывать беспощадные жизни. Все, что протекул для бхакты, все, что неблагоприятно, надо обходить, уходить от этого и стараться, то есть полировать, полировать, полировать читу до тех пор, пока мы не сможем увидеть уже в ней отражение Шри Кришны, увидеть собственную Сваруху, свою Духу. Читу, Дарпана, Марджанам, Баба Махада, Вагни, Неварпанам. Когда чита становится cleansed, то есть качество Бхагавад-бимба-грахитва, то есть способность отражать облик Господа на экране читы. И когда Ваишнава делает Киртан и говорит Харикаттар, он может видеть красивую Сварупу Сури Кришна. И если другие делают Киртан с ним, и их сердца немного cleansed, то эта реализация будет санкрамат, рефлектована в сердце всех других. Почему так важно продолжать работать над своим сердцем? Потому что сердце чистого Ваишнава, оно уже чита полностью чистое. Такой Ваишнав, он всегда вкушает сладость облика Сри Кришны, то есть его качество. Он повествует Харикаттар, поет Киртан, и он видит Кришну, его лилы в сердце. А если наше сердце совершенно очень грязное чита, то вообще мы не проникнемся ничем. Но если хоть насколько-то уже чита очищена, то будет происходить санкрами. То есть вот эти сильные бхава чистого Ваишнава начнет касаться нашего сердца. И какое-то аббас, какое-то подобие вот этих сатвика бхав тоже мы начнем испытывать. Параспаранукаттарам бхаванам bhagvatyasha mito-rati mito-tusti nirvita-meta-atmana smarantya smarayantascha mito-gogam-haram-harim. Бхактиya sanjatiya bhaktya vibrad-utpulakam tanam. Видите, Кришна сказал, что Мои devotees, параспаранукаттарам, они взаимодействуют, и они обсуждают харикаттару. Иногда один говорит, один слушает, а иногда другой говорит, и один, который говорит, сейчас слушает. Кришна говорит, что мои преданные собираются вместе, и они делятся. То есть иногда один рассказывает харикаттару, другой слушает, потом они меняются местами, тот рассказывает, и тот слушает. И вот это слава, прославление Кришны, Кахарикаттарам, обладает огромной очищающей силой. Мито-рати, мито-тusti, those devotees, they have affection for each other. И эти преданные, они любят друг друга. И потому что их очень счастливое жизнь, они очень легко уничтожают все мирные желания. И так как это создается близкая такая дружеская атмосфера семейная, то они с легкостью все забрасывают все остальные, оставляют мирские связи. Смарианта-смариантастя, they are always reminding each other of Sikrishna. And when Sikrishna sees, Sikrishna himself sees the very sweet and loving relationships between his devotees, he becomes so happy that whatever obstacles are there in the devotee's life, he takes all those obstacles away. То есть очень приятные дружеские отношения начинают развиваться в семье преданных, то есть в общении преданных. И Кришне очень импонирует вот эта дружба его преданных, когда он сам наблюдает за тем, как дружно живут его преданные, с какой любовью они относятся друг к другу, с какой заботой. Это настолько растрагивает его сердце, что он сам лично начинает уже убирать любые препятствия, которые могут возникнуть в духовной жизни преданных. And from Bhakti comes Bhakti. That means from Sadhana Bhakti comes Bhava Bhakti. That is, in that association, at least one of the Vaishnavas should have Bhava. And the others are doing Sadhana. And the others are doing Sadhana. And the others are doing Sadhana. But Bhaktya Sanjatiya Bhaktya, from Bhav Bhakti comes the first Sadhana Bhakti. But then Bhibarat Utpalakam Tanum. The devotee who has the Bhavs, his Bhavs are reflected in all the others. And there Bhakti, it means their hair stands on end. That means they also rise to the level of Bhakti. So all the sadaws are doing Sadhana. But if there are a leader in the level of Bhav, he already has a power of his Bhavs, he's charged with other Bhakti and he's lifting them up. So they also feel the ecstasy at Bhakti, that his hair is getting dirt. And each sadaw, under the leadership of Bhakti, who is already at Bhakti, is also growing up. И вот такой одной дружной командой преданные провели генеральную уборку внутри храма, затем они убрали двор, все внутри комплекса, там внутри стен этого комплекса, все было вылизано идеально чисто. И произошло чудо, когда они вышли уже из ворот этого комплекса, они увидели, что все улицы Джаганатхапури, они как-то идеально чисты. Но они там не убирали, как это так произошло. То есть, если человек уделит внимание самому главному, то есть человек уделит внимание своему саморазвитию, своей садханы, то у здоровой истинной садханы будет два побочных действия. То есть, клеши, причины страдания в жизни, они уходят из жизни, от этого человека. И появляется благодать, как удача, благодать в жизни, называется Шубада. One will feel affection for all living beings, and all living beings will feel affection for you. Человек будет любить всех и все будут любить его в ответ. То есть, будет наступить состояние такой постоянной радости. И у такого человека, благодаря Шубади, уже будет очень много возможностей общения с садху. То есть, это будет легко получать садху-санга. То есть, вот эта зрелая садхана бхакти, это плоды садхана бхакти, такие побочные, вот это клеша Агни и Шубада. Может, вы сидите и думаете, что непременно в будущем я реально буду совершать садхану. То есть, вы думаете, вначале наведу в своей жизни порядок, все утрясу, а потом я займусь действительно серьезной садханой. Но вы увидите, что пытаться найти все элементы вашей жизни в правильное место, это как хердить котов. Те, кто уже много лет пытается навести порядок в своей жизни, он уже знает, что попытка навести порядок в своей жизни, это попытка тому, как пасти котов. Это абсолютно невозможно. Как только вы получаете одну вещь в правильном месте, то что-то еще раз происходит. Вы получаете это правильное, а потом что-то еще раз происходит. И это продолжается так, как хердить в океане, один вопрос после другой. То есть, это несобираемый пузл. Вот такой идеальный пузл. Вы пытаетесь там... Вы пытаетесь что-то навести порядок в одной сфере жизни, но потом отвлекаетесь на что-то другое и видите, что вот это рушится, едет. И просто невозможно. Годы идут, и вы думаете, что жизнь наладится, а ничего не улучшается. То есть, это не процесс. Нужно иметь очень сильную веру в Гурадеву и в Харинаму, и пытаться улучшить его садхана. И когда его садхана улучшается, то вы увидите, что Шубада придет, и все другие аспекты в своей жизни, Кришна будет уменьшить, что они придут. Самый верный, надежный способ навести порядок полностью в жизни, это сфокусироваться на Гуру Севи и своей духовной практике. И тогда вы увидите, что Кришна сам разрулит все ситуации в жизни, что жизнь начнет выстраиваться и становиться все лучше и лучше и лучше. Азмапуу сетту Рагунатаска Свами, антаре кори ништа байи локе бе абаа а ачирати Кришна томай кори бе уда. Не behave like a crazy person. You should try to cultivate ништа, steadiness in bhakti, in your heart. Outtly behave like a general, pious person. And you'll see that very soon, Кришна will arrange your life in such a way that you will be delivered. То есть, в читании Махаправу, когда юный Рагунатасвами все время порывался убежать из дома, он хотел такими скачками как-то сделать, отречься от всего, достичь духовного идеала. Махаправу сказал, успокойся, не надо так безумствовать. Веди себя адекватно и постепенно. То есть, внешне веди себя как обычный человек с другими, а внутри культивируй свою ништху. И постепенно Кришна все... И вот этими маленькими шажками ты пересечешь океан материального существования, и Кришна все устроит для тебя. Everything will become favorable. И все со временем станет благоприятным. Even the difficulties will help us. И даже мы заметим, что трудности и препятствия на самом деле становятся выгодными. Омар, сейв, сейв, суха, дук, парам, сам, пада, наше авидды дук. Шрила Бхактинот Такур сказал, «О, мой Бог, когда я укреплялся к Тебе, что, будь то, что счастье, или стресс, или проблемы, когда я служу, я принимаю все это, чтобы быть счастьем, потому что, через это, моя авидья будет постоянно укреплена». И Шрила Бхактинот Такур поет Господь с тех пор, когда полностью предался Тебе, я вижу, что повсюду я вижу лишь радость, даже препятствия и трудности, которые возникают, они для меня являются причиной радости, потому что все мне помогает духовно расти, познавать Тебя. И это помогает человеку возвыситься над дуалистичным мировоззрением, то есть восприятием всего в сфере дуальности. Двайте Бадр Бадр Гян Саба Манодхарм, Эй Бала, Эй Манда, Эй Сабабран. Махапур сказал, что эта vision of duality, «This is good, this is bad, this is all Manodharma, the religion of the mind». Махапурабху сказал, что все эти вот наши хорошее, плохое, это всё Manodharma, это выдумка у Мана на самом деле. Двайта, duality. Потому что это хорошее, плохое, это всё равно продукт дуальности. From the English word divide, comes from duait. Английское слово divide, делить, происходит от duaita. And diablo. Devil, devil. So this is Satan, our own duality, our own vision of duality. That is evil. Satana, то есть тоже вот этот сатанизм, идея разделения, все время вот это деление, отделение, это всё продукт ума. So when one surrenders to Supreme Lord, everything becomes favorable. Потому что когда человек предаётся Господу, то уже нет плохого или чего-то неблагоприятного. Всё для него благоприятно. So in this way, Чайтанимапу, by cleaning the gondicha along with all of his associates, he has manifested a very beautiful metaphor for our progress in bhakti. And Mahaprabhu вот этой лилой из своей генеральной уборки храма он явил прекрасную метафору для нашего духовного развития. Показал вот это поэтапное развитие садханы и bhakti. Then, the next day, very early in the morning, Mahaprabhu and all of his associates came and they were waiting outside the Jagannath temple. And then, the next day, rano утро, Mahaprabhu вместе со всеми Вашнавами отправились к воротам храма Shri Mandira, храма Господа Джаганатха. Oh! More than a million people had gathered there. The carts of Jagannath, Baldev, Subhadra are parked outside the Shri Mandira. 3 огромные колесницы, предназначенные для Господа Джаганатха, Subhadra и Baladeva, уже были припаркованы на площади рядом с храмом. И уже к ним вели мостики. And Maraj Pratapurudra the king of Puri. Царь Pratapurudra and king of Orissa. He came there and he swept in front of the path of Lord Jagannath. И он вышел уже серебряной там метлой он мел прямо там все эти дорожки все эти лесенки, которые вели колесницы Господа When Mahaprabhu saw that the king has taken up a broom this is his heart was very moved because the sweeping is generally the job of the sweeper cast. But the king himself has taken up a broom to humble himself in front of the Supreme Lord Lord Jagannath. Mahaprabhu очень растрогался когда он увидел что царь с метлой в руках метет там все для Джаганата потому что обычно это уборка это дело снижающей касты вообще там не кастовых которые убирают то есть для царя взять метлу в руки это неслыханно но тем самым царь показывал свое полное что он поданный Господа Джаганатой свою принадлежность Господу и покорность он проявлял и покорность он проявлял в талии огромные подушки набитые хлопком Lord Jagannath he's wearing a very big crown it's as tall as he is all covered in flowers цветочная корона сделана из тысяч цветов и она размером его самого то есть огромная he has silk ropes around his waist и вокруг его талии завязаны шелковые ленты канаты his servants they're rocking him like this one and his hat is going like this и вот эти шелковые канаты слуги раскачивают зад-вперед зад-вперед и корона при этом тоже выкачивается and they're rocking one, two, three and they lift off one pad and then put him to the next pad раз, два, три полетели на следующую подушку разкачивают и потом большим шагом джаганат вперед и ступает на эту огромную подушку when he lands on the next pad then the cloth breaks and the cotton from inside comes out and floats up into the air и конечно под тяжесть его тела эта матрета подушка лопается и вот это пухает этот хлопок летит вверх повсюду как снег So in this way with a very loud tumult of musical instruments and kirtan lord джаганат comes out from the temple like this because he's so intoxicated with frame and in the same way he's going like this up the ramp and takes his position on the rat on this chariot So there are about 40-50 servants of lord джаганатха all around the banisters of the rat with gongs and they swing backwards and forwards like this in time with each other beating the gongs and the thousands of people take up the rope which is this thing and they begin to pull and then the ground is shaking and with the sound like thunder this huge car with so many wheels just starts to roll it has no steering wheel and there is no steering wheel It has no steering so sometimes it goes to this side and then there is a priest and he has a stick и направил к корабле, и сидит так же и это значит, что потягивать пряну в таком степени и за что-то наставить, то обязательно если так, что здесь комод работает и поэтому напряжение то, что надо по-массер hicать в чистом колеснице а значит, что надо передать канат что они затянулись слишком вправо они перебрасывают канаты через голову и потом уже тянут в другую сторону и тогда выравнивается траектория колесницы она едет в ту сторону. Это удивительное зрелище. Она начинает двигаться, едет в одном направлении, потом тормозит, потом меняет курс, опять движется в другом направлении. Но, в самом деле, это не так, что дайетопатти привезли к его, к джаганату, и люди поднимают, но, в самом деле, лорд Джаганат двигается по своему индивидуальному свободу. Это его лила. Чайтани Махапу приходил перед лордом Джаганат и начал дать молитвы. Первое. Продолжение следует... Продолжение следует... Насалям. Насалям… Насаля – Насалям Stronger. Но… Насаля – Насалям. Не расти. Я не хочу никакой варни, никакому ашраму. Я не грехастра, я не брамачари, не санясти, не ванапрасто, и я не брама, не кшатрия, не вайша, не шудра. О, there's a blazingly glorious, shining ocean of nectar, named Gopinath. Но существует один сияющий океан нектара, которого зовут Gopinath. And I am only the dasa, anudasa, anudasa of that servant, of the servant, of the servant of that lord of the Gopis. Я являюсь воистину, я являюсь слугой, слуги, 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 этого Гопинадха, великле Гопи. Then Mahapur prayed. I bow down again and again to Govinda, the coward boy of Vrindavan, who is the well-wisher of the brahmanas and the cows. Я склоняюсь снова и снова перед пастушком, Vrindavan, Говиндой, который является благожелателем всех коров и брахманов, и вообще всей Вселенной. Then Mahapur began to sing. Jaiati, that means, oh, Krishna is glorious and victorious. Over everything. Eternally. Right now. Jnanivasa. He resides in the heart of every living entity and also Nidja Jnanivasa. He lives among his own associates in Brazil. Some say he is the son of Devaki, but this is only one theory. There are so many theories like Mayavad, Dvaita Dvaitavad, and this is called Devaki Janvavad. It's a theory. It's a point of controversy we don't accept. We don't accept. We don't accept. We don't accept this idea. Yaduparaparishatsvara Dorbharasana Dharma, he is the best among the Yadu dynasty. Through his associates, like Arjuna and Bhima and Yudhisthi Maharaj, he destroys all those persons who are against Dharma. And after crushing all Dharma, then he comes back to Vrindavan. Even all the trees and creepers, non-moving and moving creatures, such as the birds and the cows and gopis and gopis, they all feel such pain of separation. But he removes all suffering simply by his beautiful smiling face. And his smile. Vardyana Kamadeva increases the pain of Brajapurabhanita, the beautiful gopis of Brajapurabhanita. And his smile. Vardyana Kamadeva increases the pain of Brajapurabhanita, the beautiful gopis of Brajapurabhanita. So there are many, many meanings of this verse, whole Sumat Bhagavatam, 10th canto come in this wonder. То есть очень много слоев смыслов присутствует в этом стихе, вся десятая печь Чемат-багава закодирована в этой одной шлоке. Шукадеве Госвами удалось целый океан залить в одну бутылочку этой шлоки. И затем Махаправу начал танцевать. И он удивительно танцевал, танец был нечто. Так как там были огромные толпы людей, то преданные сделали три круга оцепления вокруг Читания Махаправу, чтобы дать ему место для танцев и предоставить безопасность. Волосы у него стали дыбом на теле. Он стал как елочкой, потому что столько как иголочки волосы стояли на теле. То есть у него были сильные мурашки по телу, что как пупырышки на теле, они казались как цветочками на дереве Кадамба. Он стоял с приподнятыми руками. Ему не удавалось, он настолько был растроган в таких сильных эмоциях, что ему не удавалось произнести имя Господа Джаганата. Он был весь мокрый от своих собственных слез, от собственного пота, от сильнейших садвикабаб, которые он испытывал, глядя на Господа. Он так сильно дрожал, тело било такая сильная дрожь, что у него стали стучать зубы и стучали так сильно, что преданно испугались, что он может раскрошить себе зубы. И он начал подпрыгивать высоко в небо, он танцевал, вращался вокруг. У него есть огонь, на конце тренировки. И когда человек подпрыгивает его так, он выглядит как огонь. Так что Махапа был вращался вокруг. Когда берут иногда горящую головешку, привязывают к веревке и вращают быстро, кажется, что появляется огненный круг. И вот Махапрабху так быстро танцевал, как казалось, как вот эта головешка летала вокруг. И иногда он так высоко подскакивал и замирал прямо в полете, терял сознание и потом падал на землю. Нитинанда Прабху всегда стоял наготове и внимательно наблюдал за читанием Махапрабху, чтобы подхватить его, чтобы он нарягался. Иногда он не мог не catch him, и Махапху ударил на землю, как огромная золотая гора. Иногда Нитинанда Прабху не поспевал оказать помощь в читании Махапрабху и он падал на землю, как огромная золотая гора. Каким-то непостижимым образом никаких синяков на теле у него не было. Когда он танцовал в Киртане, все девушки были громко чекали священные имена, и многие-многие мердангатели были играть. Там было очень много мердангистов. Все преданных громко хором пели святые имена, когда читание Махапрабху танцевал перед Господом. Иногда он плачал, и слезы были от его глазами, как вода из сыринжи. Махапрабху, иногда он так плакал во время танца, что слезы брызгали, как будто бы из шприца в разные стороны такой тонкой струйкой. И эти слезы капали на всех преданных, которые стояли вокруг него. Иногда, когда цветок раскрывается, и из него появляется пыльца или какой-то нектар, то иногда поры на трансцендентной виграхи читания Махапрабху приоткрывались, и кровь начинала сочиться из них. Когда он танцовал, он танцовал с такими силами, что весь мир скрылся, как когда эллифт в маленьком боте. Он с такой силой ступал по земле во время танца, что казалось, что огромный слон залез в лодку, и вся планета шаталась. Никто никогда такой удивительной Лилы не видел в мире. Иногда у Махапрабху на устах в уголках губ выступала пена. И когда он танцовывал, какой-то фон вылетел. И один девочек называл Шубананда, и он танцовал, и он танцовал. Махапрабху, когда он быстро вращался в танце, это пена, она как-то полетела изо рта, и один преданный Шубананда поскочил быстро, сходит и съел. Иногда Махапрабху стоял просто долго и смотрел на Джаганадха перед колесницей, и вдруг он преображался Махапрабху и становился Радхой. И когда Махапрабху являл Радхой Асхарупу, Нитинандапрабху тут же отступал в сторону, стоял вдалеке и смиренно ложив ладони и молился. Что происходило в сердце Махапрабху? Что он испытывал в это время? В какой-то момент Махапрабху обратил свой взор на сваруп Дамодар и попросил его произнести стих. И Сфаруп Дамодар стал наговаривать одну шлоку и Махапрабху повторял очень ритмично под эту шлоку он начал пританцовывать. И Махапрабху танцевал какое-то время, потом он опять посмотрел на Джаганата, его взор, он даже не видел его из-за того, что слезы стояли в глазах и Махапрабху снова обратился со стихом к Господу Джаганат. Ихакомара хараса ибайвараста ибачайтракшапас течун милит малати сурабая прауда кадамбанила сача ивасмит тапи татта сурата бья пара лилавиду рево рода си чейтасат тарутале чейтасамут кантате. Это был стих, который может быть в Кабхир-пакаш и Схиттья-дарпан и других алангар-шастрах, тексты только в мандейной поэтике. Это не стих про Кришну, это пракрит-кабхир, материал слог. И в этот раз Махапрабху произнес стих, который был достаточно известный в то время для всех современников Махапрабху, потому что это был один из примеров из учебника по поэзии Схиттья-дарпани. Это был пример мирской поэзии, то есть это не было чем-то духовным. То есть это стих, который описывает чувства неудовольствия, которыми делится одна женщина с другой. То есть эта женщина в юности до еще замужества она познакомилась с одним юношей. И тайком он увел ее в лес. То есть там зашли за заросли камыша куда-то в чащу и уединились. И это было ее желание, но это было против Ведик Дхарма, чтобы неизвестная женщина с неизвестной женщиной. То есть этот союз с юношей на самом деле был по ее согласию, но все же это шло в родину с канонами морали и поведения. До замужества. То есть внешне она притворялась, что она не хочет этой интимной встречи. Но юноша был настойчивым, поэтому благодаря своей силе и настойчивости он овладел ей. И она думала, что сейчас моя жизнь успешная. Жизнь удалась. Потому что в этот вечер все способствовало романтике. Какая-то прекрасная погода, луна светила так красиво. И там был очень мягкий ветер, который берет жасмин и кардамба. То есть там был прекрасный ветерок разнося, повсюду благоухание цветочков жасмина и малоти. Позже она вышла замуж за этого же самого юношу. Прошли годы долгие. И жизнь стала не очень мягким. Ну, ну, ступили. Как сказать, серые будни. То есть эта женщина была, в основном, упомянула к ее друзьям. И то есть на самом деле вот этот стих урожает жалобу сетования одной подружки, взрослой женщины и другой подружки. Она откровенничает с ней. Так ты знаешь, вот свет луна в месяц Чейтра. Тот же самый ветерок разносит повсюду аромат жасмина и цветочков кадамба. Мужчинам рассказываю, что женщины всегда как-то ассоциируют запахи. Женщины ассоциируют запахи всегда с какой-то картинкой своей жизни. Вот у них в какой-то момент, эпизод запомнят, и всегда они там помнят запахи. Вот чем там пахло. Она говорит, что я та же самая. И мой возлюбленный, тот же самый. Но это не так, как было раньше. Ах, как хочется вернуться туда, заново на берег этой реки. Врядаться туда за заросли камыша. Ох, сердце так вот, ностальгия у меня по тем хорошим дням жизни. То есть это абсолютно мирская поэзия. Пунгсчали. Пунгсчали means a woman with a restless, unsteady mind. А просто такие нестабильные дамочки. А не уравновешенные женщины. Это очень удивительно, что саньяси, очень уважаемый саньяси, как Чайтанимапу, в религиозном фестивале к Supreme Lord Jagannath, он читает эту письмо на великой дороге Jagannath, посвящен миллионами людей. То есть по всем статьям этот стих кажется очень странным выбором для достопостенного саньяси, который среди духовной ассамблеи в присутствии всех брахманов, байшнавов будет зачитывать такую мирскую поэзию к Господу Jagannath. Совсем это непонятно для всех. Поэтому все, кто услышали, даже краем ухы, что Чайтанимапу были в полном недоумении. Но Чайтанимапу, Двитякалебра, его второе тело, Сарупа Дамодарга Свами, он понимал все. Потому что он сам навел махапрабу на эти мысли, ранее, когда махапрабу сказал «Синг!» Он сказал «Сейто прананатапайну яхалаги маданадайни джурагану». Он сам навел махапрабу на эти мысли, ранее, когда махапрабу попросил его произнести стих, и он пропел стих. И, позже, махапрабу был в сердце Рупа Госвами. И он написал еще раз, параллельный раз, объясняет реальность махапрабу реализации того, который он читал. Но, по милости, читания махапрабу его настроение передалось сердцу Рупа Госвами. Он тут же понял, о чем говорит читания махапрабу, и сочинил параллельный стих, то есть уже в духовном контексте, который отражал все те самые эмоции, содержащиеся, то есть саму идею. Махапрабу, through the medium of the Prakrit Kabya, mundane poetry, through that medium he was relishing A-Prakrit or a supernatural ras. То есть читания махапрабу вкушал A-Prakrit расу, духовную расу, посредством внешней формы этого Prakrit мирского стиха. Of the meeting of Radhan Krishna at Kurukshetra. То есть он переживал эти настроения, отраженные во время встречи Radha и Кришны на Kurukshetre. So to have insight into Mahapravu's internal mood on that day we have to come to Shreemad Bhagavata. И чтобы заглянуть вот как раз в сердце читания Махапрабу, то что он там скрывалась в этот день, нам нужно вернуться к Shreemad Bhagavatam. After Krishna had charmed all the Vrajivasi После того, как Кришна очаровал всех Vrajivasi неожиданно один день Аркрура приехал во Вриндаван и забрал и увез Кришну и Баларама в Матхуру. И там в присутствии огромной толпы сотен тысяч людей на стадионе на борцовской арене во дворце Камса Махараджа в Матуре Кришна прилюдно убил Камсу Махараджа. Но все все знали что в Матуре на свадьбе в Деваке было Акашвани что говорит Асиастей Астамогарабо Ханто Ямба Сей Будда Вы мудр Акашвани в Матуре у него вы убили вас в Матуре в День свадьбы в Асадеве Деваке голос с небес предрек Камсу ты глупый ты сейчас везешь на свадьбу свою сестру но восьмой ребенок этой сестры убьет тебя. Даже Кришна и сына Нанды и Яшода в Матуре и когда он пришел в Матуре и там в предыдущих глаз он убил Камсу в соответствии Акашвани все в Матуре думали ага он он в этот момент как только Кришна убил Камсу все стали смотреть на него он перестал для всех быть сыном Яшода и Нанды и мгновенно стал сыном Васудева и Деваки потому что они догадались значит это и есть восьмой ребенок Деваки раз он убил Камсу и все и 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 Кришна был известен в геополитическом этапе. Многие кришники мира хотели бы убить его. Он был известен в мире. Патушка вдруг за один день превратился в мировую знаменитость, которого хотят убить все эти известные цари, то есть персона номер один, которую все хотят извести. Поэтому было понятно, что так вернуться во Вриндаван он уже не может. Придется уничтожить всех этих царей, всех союзников Камсы до того, как он смог... Потому что Вриндаван это всего лишь деревня незащищенная, там нет ни крепости, ничего, а это цари с огромными там... У них крепости, огромнейшие армии, очень много оружия... Но если эти демонские кришники получат идею, что Кришна действительно относится к ним, то они могут просто уничтожить Бараджа, только чтобы уничтожить Кришну, чтобы уничтожить его. Так что теперь Кришна должен полностью оставить в секретах его отношения с Браджабаси, и прозвольствовать его вообще. То есть Кришна понял, что ему нужно полностью поменять стратегию поведения, что нельзя подавать и виду, что он любит Браджабаси, что они дороги им, потому что он понимал, что просто ради подлой мести эти цари пойдут и всех там вырежут во Браджи. Поэтому он понял, что надо вообще как-то притворяться, что они ему никто, что вот его настоящая семья это Яду, Васудев, Деваки, что он часть Матуры теперь. И вот после этого его начинка произошла, и Кришна отправился в Уджейн, в Гуракул, за несколько месяцев, чтобы изучить в Гуракулу Сандипанимуни. И вскоре после этого убийства Камсы, Васудев Деваки организовали ему дикшу, и потом послали его учиться в Гуракулу Сандипанимуни. То есть он вообще не мог вернуться в Браджабаси, Браджабаси не мог бы приехать и не мог вернуться в Уджейн. То есть он не мог вернуться в этот период времени, навестить Браджабаси, и они не могли так далеко отправиться навестить его. Но как только Кришна вернулся с Гуракулы в Матуру, Джарасандр уже начал штурмовать Матуру. Он свел туда огромные армии и начал штурм. Так как армии Джарасандра были огромными, там были миллионы солдат, то есть вся территория, то есть Брадж прямо рядом с Матурой, то есть вся эта территория стала оккупирована солдатами Джарасандр и Браджабаси. Когда эти большие армии были там, год за год Джарасандр снова и снова, и после 17 лет, в то же время, Кала-Яван пришел с 33 миллиона солдатами. Матурой Браджабаси все на самом деле покинули дома, они спрятались там за пределами Враджа жили, потому что весь Брадж был наполнен этими демоническими солдатами. И из года в год вот так Джарасандр продолжал штурмовать. Он штурмовал 17 раз Матуру, и в 17 раз его союзник Кала-Явана уже привел туда 33 миллиона Явана солдат, то есть свои армии присоединил. Матуру Браджабаси, they were in great danger. То есть Матуру Браджабаси сами... The city was being smashed in the assault. К этому уже штурму, город уже начал сдаваться, то есть Матура уже не выдерживала, и жители были в опасности. So by the power of Yogamaya, then that night, all the residents of Матура, they went to sleep, and when they woke up, they were in a very beautiful fortified city on an island, surrounded by the ocean, Dvaraka. И по воле Yogamaya, то есть по воле Кришны, но по устройству Yogamaya, в одну ночь, все Матура-Васи заснули, и мистическим образом, все переместились в удивительно красивую крепость посередине океана, которая оказалась Дваракой. So, Си Кришна transferred them all to safety, he defeated Джарасандр и Кала-Яван, and then he joined them in Mathura. Then the bridge basses came, in Dvaraka. Then the bridge basses came back to Braja, but now they were very far away. И то есть Кришна перенес все жители Матуры туда, в безопасность, в Двараку. Сам Он расправился с Джарасандр, с армиями Джарасандрой, с армиями Кала-Явана, и затем Он присоединился уже ко всем жителям Матуры, уже в Двараке. А тогда Браджи и Васи уже смогли вернуться обратно во Врач. Но все время Браджи и Васи думали, когда мы увидим Кришну? Ну, несмотря на все вот эти перипетии, все эти внешние события, сами Браджи и Васи постоянно тосковали по Кришне и с нетерпением ждали возможности повидаться с Ним. То есть Кришна держался очень мужественно, он не показывал никому, что происходит у него в сердце, он выглядел счастливым, спокойным, но на самом деле он сам безумно тосковал по всем своим любимым Браджи-Васи. Прошли годы таким образом, годы разлуки, и в один из последующих лет астрологи сказали, что вскоре наступит солнечное затмение. Перемощное. В ведической астрологии астрономии затмение считается очень неблагоприятными явлениями. Чтобы защитить себя от неуспичной астрологической влияния, все религиозные люди в мире планировали посетить проживание проживания Курукшетра и Саманта Панчакам из Паришарама в Курукшетре. Поэтому, чтобы митигировать негативное влияние солнечного затмения все праведные люди решили укрыться в святом месте. В те времена Курукшетра считалась одним из важных святых мест. Там были семь озер сделанных Парашурамом и все решили отправиться в паломничество туда и провести солнечное затмение в святом месте. Все основные богаты мира и сады и брахманы были там несколько месяцев чтобы пространить Сакрфайс. Это было событие мировой значимости и все цари и все известные мудрецы все собрались в огромном паломничество чтобы провести какое-то время пару месяцев умываться в этих озерах. Продолжение следует... И когда Кришна тоже решил ехать на Курукшетру, но Кришна туда ехал со всеми тысячами своих жен, с тысячами детей, внуков, со всеми гувернантами, слугами, брахманами, со всеми другими аристократами, лошадьми, слонами. То есть это когда идет прилив, и огромная волна идет к берегу, вот эта огромная волна Айшвари стала прибывать к берегу Курукшетры. О, from Hastinapur and Indoprastha, the various members of the Kuru dynasty also came there. Кришне присоединились все там и пандавы, то есть все члены династии Куру туда отправились тоже из Hastinapur, Indoprastha. И там все повстречались, эти семьи и царские. Кунти-деви, the mother of the Pandavas. Кунти-деви там с мамой пандавой. И там наконец-то она повстречалась после долгой разлуки со своим братом Васудевом. Она сказала, о, дорогой брат, ты знаешь, сколько мне пришлось пережить за последние годы? Меня почти сожгли заживо. Мы в детей отравляли. Мне столько всего пришлось пережить, а тебя в моей жизни в это время не было. Ты как будто бы полностью забыла во мне. Я тебя не виню за это. Когда даже если родственники не идут на помощь, то это значит уже лишь только такая плохая карма у человека, что даже самые близкие, кто в первую очередь должен помочь, не приходят на помощь. Госудеб Махараджи сказал, о, everything is in the hands of the Supreme Lord. What could we, Yadus, do to support you when we ourselves were being terrorized until just recently by Kamsa Maharaja? Many of the Yadus had given up Matura and gone to live in faraway places. An example was Bosudev's own wife. He sent her to live in Vraja, Rohini. Rohini was living with Nanda and Yeshoda. Он стал рассказывать, многим из нашей династии Yadus пришлось тоже не сладко. Многие жили где-то в ссылках или спрятавшись от Kamsa. И примером этого сама Рахини, жена Васудеба Махараджи, вторая жена, кроме Деваки. Ей пришлось спрятаться во Враджи и с поворамом. My dear sister, it was only recently that we, Yadus, could return to our homes. She could have God Swami quite as described. It's a very poignant line. It was only recently that we could return to our homes. Because the moment that Krishna killed Kamsa, it was a moment of great celebration from all the Yadus. Because those who are in exile, they could all return to their homes. But there was one person who could not return. Krishna. After Krishna killed Kamsa, he went and he washed off the blood of all the Chanura, Moustik and Kuvala-yapida, so many demons he had been fighting with. And he took bath at Vishram-gat in Maturam. После того, как Шри Кришна расправился с Kamsa, он пошел к Himuni, к Vishram-gat, и там он смыл себе кровь всех этих борцов, Chanura, Moustik, слона, Kuvala-yapida, всего это, омылся, там решил отдохнуть. And Krishna sat there and rested for some time. Там он присел, думал и отдыхал. And reflected on the situation. И размышлял о том, что произошло и что теперь делать. Now all Yadus can go home, but only myself I cannot go home to Brazil. Он понимал, что теперь вот произошло... Я спас... То есть всем Yadavam теперь предоставлена возможность вернуться к себе домой и жить спокойно. Лишь я один не могу теперь вернуться к себе домой. Krishna is so kind. He killed Kamsa to save all the Yadus, but at the expense of His own greatest fortune. То есть Krishna настолько добрый, что Он пожертвовал собственным благополучием, собственной радостью ради других. Убив Kamsa, Он спас всех от этого террора, но теперь Сам остался без возможности быть теми, кто Ему был дорог. So in this way, Vasudev and his sister Kunti, they were discussing and they were reflecting on the tumultuous events which had been happening up until that point in their lives. Now, just rewind a little. Давайте отмотаем before this meeting of Vasudev and Kunti Devish. In Brindavan, a messenger arrived there. And with the beating of drums in the village square he announced Он громко объявил всем Глашатой. Дварка Адипати. Дварка Адипати. Принц Шри Кришна. Принц Двараки. Он живет в славе и в сиянии в Двараке. Но Он хочет, чтобы все знали, что вскоре there will be great sacrifice at Kurukshetra. And for the benefit of the whole world He will be present there along with His associates. И Он собирается присутствовать на этой Яге вместе со всеми семьями, со всей династией. И Ягья пройдет на благо человечества. И после этого визита этого Глашатая Нанда Махарадж и все старшие пастухи собрались поговорить. Нанда Махарадж обратился к своей общине. О, мои дорогие Браджаваси! Нам всем не терпится повидаться с нашим Канайей. And our Канайя тоже жаждет встречи с нами. Но до сегодняшнего дня у нас не было совместной возможности увидеться. Но наконец-то сложились обстоятельства выгодно для нас, чтобы появляется эта возможность. All the kings and dharmic persons from many countries from all over they will descend upon Kurukshetra at the time of the eclipse. То есть цари со всех стран, все знаменитости мировые, то есть вся анистократия, они съедутся туда, на Kurukshetra, принять участие в этой великой Яге. So, we could not meet with Krishna because there are so many inimical persons and if they found out about our relationship with Krishna, then surely they would not do anything to nourish that relationship. Which is a euphemism to they would kill us. But Nandamoharaj speaks in a very sweet way. Nandamoharaj говорит раньше у нас не было возможности повидаться с Кришной из-за того, что очень много недружелюбных личностей могли как-то помешать этой встрече и особенно если бы они узнали о нашей любви и привязанности к Кришне, они бы они бы ничего не внесли вклад в том, чтобы укрепить нашу любовь и преданность. То есть он хотел сказать, что нас бы убили всех, но так как он очень культурный, воспитанный человек, он выражается очень тонко, гипломатично. So then Nandamoharaj said, but because the whole world will be present there at Kurukshetra. If we also go, then there will be no fault in it. No one will suspect anything. So all Brunch-Basis were very happy to hear this. новостям этой возможности вскоре увидеть своего любимого Кришну. But some of them were very concerned. Но некоторые были озабочены. And speaking on behalf of them, one said, Oh, Nandamoharaj, и кто-то решил выступить как представитель оппозиции или каких-то там. We cannot take all of our hundreds of thousands of cows. Nandamoharaj, погоди, мы же не можем взять с собой всех наших коров туда, на Kurukshetra. У нас там тысячи и тысячи этих коров. Some of us, we all want to meet with Krishna. But some of us will have to go and some of us will have to stay behind. Please choose who will go and who will stay. Вот скажи нам, как ты будешь решать, кто из нас поедет туда на Kurukshetra повидаться с Кришной, а кому из нас придется остаться? Какие критерии ты будешь примять, чтобы вот так определить? Расскажи нам, кого ты оставишь тут? So then, Nandamoharaj, даже не знал, что ответить на это. He was in a dilemma, a dilemma of pain. How can he tell? And he raised under Bhrindavan, yes, you can go to see, you cannot go. He does not have it in his heart to say this. It's unthinkable for Nandamaharaj. So Nandamaharaj was stunned. He could not give an answer. He could not give an answer. Just then, another messenger came riding from Dwaraka and had a letter, special delivery for Nandamaharaj. He gave him the answer. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. When they heard this story, then their voices became choked and they began to cry. Why? Nandamaharaj opened it. Nandamaharaj opened it. Dear Peter. Dear dad. Now the opportunity has come. The chance for us to meet. Наконец-то появилась возможность нам повидаться. Ты должен понимать, что коровы это моя чита. А пастушки это моя прана. То есть чита и прана они разлучны, они всегда вместе. И посему коровы и пастушки они тоже неразлучны. Они должны оставаться вместе. Некоторые из вас, папа, когда вы вспоминаете меня, вы видите меня прямо. Вы видите спурти, видение. И, видя это спурти, видение, вы испытываете радость. Это называется спурти мой милан. Встреча в таком видении. Но некоторые из вас, вы тоже имеете спурти мой милан. Но потом, вы не верите. Когда после того, как видение исчезает, вы не верите в это видение. Вы думаете, что вам примерещилось там что-то. То есть у некоторых из вас нет вишваса, нет веры в эту встречу. Поэтому те из вас, которые обладают спурти мой милан вишвасом, то есть верят в спурти, им радостно от этой встречи. Видение, пусть они останутся во Врадже. А те, кто не доверяет вот этому спурти мой милану, пусть едут повидаться со мной на Курукшетру. Когда Кришна попросил Удхову во врач, он попросил, вот ты утешь наших родителей и передай мои послания. Почему Кришна вообще не упоминал пастушков, своих друзей? Он сказал, успокой родителей, утешь и гопи. Но он не просил Удову пойти поговорить с пастушками и утешить их. Если бы Удова спросил Кришну, а как насчет твоих друзей? Кришна сказал, вообще им ничего не говори. Потому что они становились так ужасными в сепаратии. Они имеют спурти от Кришны, и они играют с ним и здесь, и здесь, счастливыми. Любовь мальчиков такова, что после того, как Кришна уехал из Браджа, они в таком безумии любви находились, что они просто продолжали его видеть повсюду. Им казалось, что он с ними, они играли с ним, им было радостно. Им было хорошо, они вот в этот скурте мой Милан видели, им было радостно, что Кришна со мной. Если вы пришли и говорите, что я купил сообщение от Кришны в Матуре, то это будет спойлать счастье, что они испытывают. Поэтому не мешай. Им вот так хорошо в этом состоянии. Но мои родители и Браджа-Гопи говорят, что утканта мои према, такая интенсивная эгонность, что когда эта партия исчезает, то они не верят, что они действительно относятся с ним. Но любовь родителей и Браджа-Гопи дру и Найя на утканта моей премой, когда вот это видение исчезает, они уже им плохо. То есть они не верят, они думают, это мне кажется, Кришны нет. Они сильно страдают в разлуке. So, also, Кришна didn't want the Gopi's husbands to come to come. Также Кришна не хотел, чтобы мужья Гопи ехали на Куракшетру тоже. Now, usually, there's so many reasons. So, usually, Кришна's coward boy, Francis Saka's, they don't associate so much with Gopi's husbands. They're also coward boys. Друзья Кришна, они не особо там общаются с этими пастухами, которые постарше мужьями Гопи. But now it was clear that they would have to stay behind the lung to take care of the cows of Braja. They came together in one group with friends. So, in this way, a problem, which was irresolvable, was solved by Rasik Sheikara Krishna because he understood the nature of praying. So, then, Nanda Maharaj, he said, everyone, prepare for the journey. Nanda Maharaj, he said, everyone, prepare for the journey. Then, in the evening time, messengers were coming backwards and forwards. So many, every day. But, when Krishna wanted to deliver a message to Braja Gopis, then he used to write in Guptakshara, that means in secret code. Like cryptography. No one could understand what it was, but Braja Gopis could understand Krishna's code. Because if by chance Samarada, the message was intercepted in the way, it would be incriminating. So, to deliver Guptakshara the secret message, quickly, a Garuda can deliver. The Braja Gopis, open the letter. Oh, my dear Brajaangana. Oh, Priya Gopigan. Every day, I am meeting with you. Every day, I am meeting with you in a sport. But you don't have any strata, which was in this sport of Milan. And I know that you are blaming me for being far away. I know that you are blaming me for being far away. And because of this, even I have lost my faith in this sport of Milan. It is astonishing, that you have stayed alive at this time. But now, I have good news. Both of us, we cannot live without each other. And now, this life-saving opportunity has come. Please come and meet with me at Kurukshetra. So, then, everyone was preparing to leave. Everyone was preparing to leave. They packed all the things that they needed. They packed all the things that they needed. On their bullet cards. On their bullet cards. On their bullet cards. So, Braja Basi bullet cards. They are like two-story houses. On wheels. It is like a vedi RV. Like a mobile home. So, they had very big balls with big horns. У них огромные быки, такие огромные врага у них. И Ешода, она подошла на top of her bullet cart. Ешода забралась наверх своей повозки. И, понимая, что дочь Брешу Банамараджа была так уверена, чтобы встретиться с ее сыном, Ешода позвала, «Радика, ты иди с нами». И она знала, что дочери Брешу Банамараджа не терпится повидаться с ее сыном, Ешода. Лично пригласила Радику забраться на свою повозку и говорит, «Ежай со мной рядом». Радика и ее сахфисты, Лолита, Вишака, Рупу Манджари и Рати Манджари, они все взяли и подошли на буллет-карт, сидя с Ешодой. Радика с радостью приняла приглашение Ешоды и взяла с собой Лолиту, Вишаку, Рупу Манджари, Рати Манджари, все они забрались на повозку Ешоды и ехали с ней на Курукшетру. То есть старшие пастухи били в барабаны, и целый караван вот этих повозок отправился из Браджа по направлению Курукшетри. Наверху сидели старшие гопи, дочки, невестки там. Нанда, Упананда, Абинанда, и греша с анклами и остальными, они ходили вокруг. А мужчины шли. Они были там какие-то чаттры, и также защиту с бомбой и аромами, защитивая каравану на всех сторонах. Они ходили за повозками, там тоже команда security с луками и стрелами была, они охраняли все повозки со всех сторон. И они направились из Браджа на север туда, в сторону Курукшетры. И пока они ехали, все пели имена Кришны. Кришна, Ковын, 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 Ковын. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok